здравствуйте друзья много раз мы тут за последнее время уже говорили о лотереи грин карта отменят или не отменят шансы растут шансы там чего что происходит и так далее а сегодня у нас есть более предметный такой разговор на эту тему в контексте более общей темы значит как меняется иммиграционная политика соединенных штатах или скажем если еще не меняется то как предлагают ее изменить было много законодательных инициатив по поводу изменения миграционной системы было много вот палате представителей там целую пачку подавали там чтоб 5 или 6 может уже больше но в данном случае что произошло есть там два человека республиканских законодателя которые совместно сделали некоторые такой проект и в отличие от всех остальных проектов этот проект получил то что называется endorsement поддержку можно сказать получил поддержку вот президента трампа и это говорит о том что вот конкретно этот проект имеет больше больше шансов на то чтобы стать законом хотя не гарантированно конечно больше шансов кроме того президент если вы помните лучше подписать должен знать это почему например при обаме они не могли отменить скажем лотерею green card потому что обама бы не подписал то есть так проголосовать можно но дальше смысла нет поэтому палата представители голосовала там пять раз сенат даже на повестку дня не ставил в общем а даже если бы и прошло в сенате обаму все равно бы это наложил поэтому а такого большинства чтобы где-то преодолеть в две трети у них нет не было никогда и сейчас нет поэтому предлагается некий закон ну поскольку у нас аудитория значительно большей степени заинтересована в лотереи green card нежели там других каналах иммиграции то сразу надо сказать что реформа предусматривает похерить лотерею green card с концами значит в чем смысл реформы и почему как бы естественной органичной ее частью является значит избавление от лотереи green card потому что реформа в целом направлена на снижение легальной иммиграции еще раз легальной иммиграции идея состоит в том чтобы в половину сократить легальную иммиграцию в половину сократить законодательно до пятидесяти тысяч сократить программу беженцев беженство соответственно отменить лотерею green card уже уже сто тысяч писатель тут 50 тысяч на беженцев 50 тысяч на green card на лотерея 50 тысяч 100 тысяч ну что же неплохо уже 20 процентов экономии достигнут которые они хотели достичь вот те полмиллиона на которые они хотели сохранить сократить легальную иммиграцию в год но это ударит и по рабочим визам да там же тоже есть процесс иммиграционный предусмотрен значит соответственно если 50 тысяч места там я здесь если легальная иммиграция в половину сократилась то соответственно для этих места меньше остается фокус дается в иммиграционном процессе тем кто владеет английским имеет высшее образование туда бы счет финансово самодостаточен а то есть все это как бы абсолютно против лотереи green card нет такой задачи диверсифицировать иммиграцию как лотерея делала а есть задача прикрыть в половину в легальную иммиграцию причем не забывайте что значительная часть в легальной иммиграции когда люди там женятся замуж выходит семьи создают и им отказать нельзя но можно там усложнить процесс затянуть там и тогда так что вот вот как вот такая общая идея контекст в котором все это происходит но естественно лотерея никак сюда не вписывается еще один момент существенный это сокращение иммиграции семейной то есть как бы сегодня по нынешней системе многие категории потенциальных иммигрантов имеют преимущество в силу того что у них есть родственники прямые или скажем достаточно близкие там и так далее вот это тоже им как бы идея не нравится то есть я не думаю что это изначально как бы против того чтобы там программист из минска не мог привезти свою маму уже став гражданин это не против него это против иммигрантов из латинской америки когда приезжает один там как нему то там много вот я думаю что в основе своих лежит вот это вот этот процесс но тем не менее я еще хочу сказать чтобы как бы может быть понимали некоторую тонкость в в том как проходит закон в соединенных штатах то есть как инициатива законодательная становится законом есть две палаты значит есть палаты представителей сначала там голосуется какая-то версия потом отправляется в сенат верхнюю палату и там голосуется если еще поставят на голосование на обсуждение тоже могут не поставить таких случаев мы много знаем зависит от разных обстоятельств но вот допустим в данном случае у нас нет такой проблемы они поставят на обсуждение на голосование поскольку большинство и там и там республиканская но если в палате представителей для того чтобы принять закон нужно просто физическое большинство вот один голос больше и все то в сенате нужно иметь 60 голосов и тут а там всего 100 человек до соответственно республиканцев 52 52 сенатора и в общем-то 8 точно не хватает так что чё делать есть уловка который пользуется в таких случаях и демократы и республиканцы есть такая уловка состоящая в том что все что касается бюджета налогов там такой вот можно можно проводить большинством обычным то есть не нужно 60 голосов достаточно 50 до 50 плюс там без президента 51 простого большинства достаточно и поэтому когда не удается собрать необходимого большинства там на те или иные законодательные инициативы их начинают проводить вот так как бы таким казуистическим методом через ограничения там в налогах и там в каких-то бюджетных вещах и получается что вроде законодательно там чего-то не отменили но поскольку денег на него нет то стало быть и нет в частности вот так пытались перекрыть обама керр республиканцы уже при президенте обами да то есть лишив финансирования то есть как бы закон никто не отменял но поскольку денег нет то ли стал быть и закона нет и ничего не реально его в единстве применение закона нет такая такая тактика в данном случае мы не знаем как она пойдет значит смысле удастся ли им представить это через налоговые какие-то финансовые дела просто просто так большинства в 2 3 они не соберут конечно вот давайте я дать что камеру поверну то солнышко мне не нравится что светит вот и господин шумер это лидер фракции демократической в сенате назвал эту законодательную инициативу нон-стартером то есть нон-стартер то есть там обсуждать нечего то есть это ну ну как бы нет нет повода для разговора потому что как бы сказать ну я я не знаю у него там свои соображения да но но в принципе как бы общая направленность вот это вот этой реформы предложены общая направленность такая что надо дать возможность бизнесу или там капиталу крупному капиталу всякому капиталу получить какой-то навар с эмиграции ну вот там специалистов приводить из-за рубежа например а население чтобы получилось шиш с маслом то есть забрать у населения найти возможности которые дают сегодня иммиграционная система населению там воссоединение с родственниками близкими родственниками и так далее поэтому конечно я думаю что даже в рядах республиканской партии будет много людей которые как-то засомневаются дело еще в том что сегодня у нас ну как бы нет такого чтобы нелегальные если я извиняюсь легальные иммигранты у которых нет особо образования там и так далее что они как-то вот препятствуют американцам в получении работы которые хотели бы получить американцы и так далее то есть они как-то в своем каком-то мире там в параллельной цивилизации живут работают на я не знаю вот чек на стройке работает но не обязательно же ему быть инженером в этом а настройках людей не хватает но просто сильно не хватает и сейчас как бы не такая экономика сейчас не такая безработица чтобы актуальным был вопрос о снижении иммиграции вот такой конечно иммиграция с мгновенным заходом на вэлфер это отдельная статья кстати и вот этим надо было бы заняться я я я очень за за то чтобы вот эти этим вопросом заняться то есть не ну конечно когда беженцам как бы один разговор это надо тоже посмотреть как-то все происходит но когда молодые здоровые приезжают и годами сидят на был серии в эти чужие миграции так кто когда эмигрировал куда-то на был вот так легально поэтому это одна часть но но они то не об этом как раз говорят они говорят просто о том что люди образованные дают какую-то пользу экономики а люди не образованы никакой пользы экономики не дают с этим многие не согласны очень многие с этим не согласны потому что есть масса работ где совершенно не нужно быть образованы вот поэтому дело такое ну посмотрим на самом деле нехватка нехватка раб силы такой даже дешевый раб силу ну скажем в том же строительстве придет к тому чтобы будут расти цены на работу строительства соответственность мы будем больше из кармана платить я не знаю то есть мы и так будем больше платить конечно вопрос кому эти деньги пойдут в итоге но во всяком случае нет нет такой насущной проблемой на иммиграционном фронте чтобы вот людей без особого там высшего или какой-то там супер высшего образования чтобы их дискриминировать в миграционном процессе не знаю это это не не очевидная вещь не очевидно ущемление иммиграции семейной это просто даже то что это не пройдет на демократическом фланге это мы знаем но я думаю что и и на республиканском фланге поскольку сенаторы там и члены палаты представителя они все-таки избираются не трампом назначаются а все-таки избираются у них там люди есть которые их избирают есть очень много штатов с со значительным иммигрантским населением республиканских штатов кстати вот таких как аризона например или техас флорида посмотреть на флориду поэтому очень трудно себе представить чтобы был было такое знаете была такая монолитная поддержка со стороны республикантов вот но во всяком случае хоть какой-то сдвиг пошел вот вектор какой-то начался в направлении иммиграционным хорошо это не потому что вот пусть они примут эту реформу это лучше чем ничего нет хорошо то что станут обсуждать в обсуждении прояснятся какие-то моменты прояснятся позиции произойдет какой-то видоизменения нам этого законодательства и тогда теперь давайте мы еще раз вернемся к лотереи green card потому что вокруг все это и суеты большинство людей которые меня сейчас слушают наверное спрашивают себя ну хорошо но вот-вот сейчас октябрь начнется будет будут заявки принимать или что значит совершенно очевидно что будут то есть если раньше мы говорили что растет шанс мы например могли подозревать что президент трамп в любую секунду сейчас какой-то там декрет подпишет о том чтобы вот в этом году там лотерею не проводить например в принципе мог бы это сделать я так понимаю но мы видим что решение принято другое то есть вопрос лотерея green card не вынесен как отдельный пункт с повестки дня а он идет в пакете в пакете с общей такой иммиграционной реформой и соответственно это займет довольно много времени во всяком случае на розыгрыш лотерея green card в октябре 2017 года это никак повлиять не может я вам больше скажу если они не займутся этим и не ну как-то не не проведут закон в течение ближайшего года то тогда вообще на много-много лет отложится вопрос об отмене лотереи green card потому что скорее всего как бы ну трудно себе представить обратное через год когда будут выборы в конгресс частичные в сенат и полные перевыборы в палате представителей значит картинка расклад демократов и республиканцев изменится в пользу демократов судя потому что сейчас происходит сильно изменится и вообще это вопрос повестки дня снимется недостаточно до одной палаты и даже президента значит чтобы это сделать нужно две палаты поэтому я думаю что это просто не пойдет не поэтому есть у них год больше того вот из этого года значит в августе у нас каникулы у конгресса в сентябре там у них тоже дел в общем то хватает поэтому к первому октября там грубо говоря да к началу этих процессов трудно трудно себе предположить что то такое вот уже них на самом деле гораздо меньше времени чем может показаться со стороны кроме того не забывайте что у них действительно есть очень очень срочные вопросы на повестке дня которые требуют но незамедлительного такого разрешения в частности вот вопрос налогообложениям который в тысячу раз более важный чем сокращение легальной иммиграции пойти никто не катил бочку на легальную иммиграцию это абсолютно спекулятивный такой момент это страшилка которую придумали в администрацию в избирательной кампании трампа с тем чтобы запугать людей и чтобы они потому что вот вот оказывается где значит где собака зарыта вот оказывается почему не растет экономика почему нет хороших высокооплачиваемых работ оказывается легальная иммиграция помешала и вот значит вот то есть это абсолютный фантом высосанное из пальца и то есть понятно кто кто хочет это провести понятно кого порадует если это произойдет но элементарное включение такого здравого смысла самого такого то уж самого-самого не изощренного здравого смысла показывает что эта проблема ну не актуальному никак ну правда поэтому по сравнению действительно с инфраструктурой там до мостами дорогами там и так далее по сравнению с репатриацией там пары триллионов долларов капиталов которые не ввозятся в страну чтобы налоги не платить по сравнению с налоговой реформой которая могла бы вдохнуть там жизнь во что-то и тогда в общем как бы сказать есть подозрение у меня что и в следующем году они ничего не успеют сделать вот и лотерея может оказаться гораздо более живучий чем казалось многие годы так что во всяком случае в этом году ей быть даже мы видим что ее не пытаются отменить каким-то декретом мы видим что ее включили в законодательный пакет а это уже долгая долгая история совсем даже не быстро так что сейчас много спекуляции на эту тему ну пресса она для того и пресса я помню когда я был школьником еще и советская пресса смеялась над западной что вот мол там у них сенсации сенсации все сенсации подавать и вот там показывали как это была карикатурка такая значит бежит мальчик машет газетой такой на эти газеты и газетный мальчик какой-то по улице бежит ведь сегодня сенсация нет никаких сенсаций вот они начнут или как они говорили падкая до сенсаций западная пресса она таки падкая до кликов до рекламы до денежки которая зарабатывается до читателя поэтому конечно хотя я думаю сейчас в российской федерации там она если свободная тоже на если на свои деньги живет на тоже интересуется читателям и заработками и так далее поэтому к чему я говорю что падкая до сенсации американская американские средства массовой информации обсусоливает этот вопрос с утра вот только ленивый не пишет об этом деле конечно их меньше всего интересует лотерея green card когда они об этом пишут многие даже и не упоминают про лотерею green card конечно нам надо будет еще почитать внимательно в чем состоит эта законодательная инициатива но я думаю что спешки нет никакой поскольку это действительно долгий процесс мы посмотрим по мере того как события будут двигаться дальше мы мы с вами значит подключимся и поболтаем там и все так хорошо вот давайте мы на этом расстанемся и до скорых встреч